Добрый день, дамы и господа. Сегодня 29 августа 2023 года. У микрофона Леон Вайнстайн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Вы знаете, вот китайцы когда-то сказали, говорили, не дай Бог родится во времена великих перемен, то есть когда много всяких новостей и чего-то серьезно меняется. Вот мы с вами, нам не повезло, а может повезло. Вот смотрите, Советский Союз распался, там поездки за границу, постоянное место жительства вдруг стали приходить, ну и тому подобное, и тому подобное. А сейчас Америка движется в сторону социализма, кто мог себе такое представить. Поэтому, я думаю, вообще самое главное, что сейчас происходит в мире, это как раз вот то, что у нас в Америке. Каждый день новость. Национальный архив обнаружил 5400 имейлов, написанных Джо Байденом, значит, за то время, что он был президентом, но подписанные псевдонимами. Не всего 5400, а из того, что он написал, 5400 за 8 лет, что был президентом, были подписаны псевдонимами, различными псевдонимами. Мы знаем о трех, но в одно время сообщалось, что их порядка восьми, но нам сейчас пока, так сказать, снова подтвердили насчет трех псевдонимов. Об этом сообщил Нью-Йорк-Пост сегодня. Информация обнародована организацией граждан за честность в налогах. Это South Eastern Legal называется. Полученное в результате открытого ими запроса в суде в июне 22 года. А на основании закона, который называется «Свобода информации», вот можно, если, так сказать, я думаю, что частый человек тоже, но в основном этим занимаются организации, которые могут существовать на пожертвования и могут принимать эти деньги, юристов используют и тому подобное. Значит, совершенно замечательный закон. Если вы подаете в суд на какую-то организацию, ну, сначала можете написать, они вам чуть не ответят, или там ответит какой-нибудь чушь, как часто это очень бывает, типа, так сказать, там нет у вас времени этим заниматься, тогда вы подаете на них в суд, и суд на основании вот этого закона свободы информации требует у этой организации, чтобы они предоставили вам то, что вы запрашиваете. Максимум, что они могут сделать, это передать, там, скажем, на 30 дней на ревью во всякой организации, которые занимаются цензурой, там, военной цензурой какой-то, еще цензурой, туда-сюда, и тогда вы получите документ с, так сказать, зачеркнутыми, зачерненными какими-то данными, которые могут представлять там, так сказать, какую-то секретную опасность, так сказать, разглашение каких-то секретов. Вот, замечательный документ, и это распространяется в документе, я имею в виду закон свобода информации, свобода доступа к информации, я бы даже перевел это таким образом. Любой документ, любая переписка, любая запись разговоров обязаны быть предоставлены гражданам по их требованию, значит, с единственным, как я уже сказал, ограничением, так сказать, там не должно быть каких-то там секретов, которые могут принести вред каким-то конкретным людям, которые сейчас, например, там, за границей и шпионят чего-то, значит, или просто, так сказать, работают там кем-то, а заодно там что-то такое докладывают, либо это какие-то секреты Соединенных Штатов Америки, которые нельзя разглашать по какому-то поводу. Никакого отношения к тому, значит, секрету того, что Байден воровал, это не имеет. Итого 5400 раз Джо Байден подписывался, как там сейчас известно, вот, тремя именами, может, есть какие-то другие, значит, один Роберт Уэр, второй Роберт Л. Питерс, и третий Г. Р. П. Тоже Уэр. Значит, может, ну, подписывался еще кто-то, но вот эти вот 5400 раз, мне нравится эту цифру повторять, значит, подписывался вот этими именами. А эти имейлы еще не получены, так как их должны вот проверить военные, цензура, разведка, там, ну, естественно, как вы понимаете, в Белый дом все это пойдет, значит, чтобы дать им возможность, ну, скажем, уговорить цензоров зачернить, закрыть как можно больше информации, ну, и подготовиться к возможным последствиям того, что эта информация попадет в прессу, прессу и в Конгресс. Ну, значит, руководство архивов сообщило, что подготовило всю эту информацию для передачи, значит, по решению суда в Конгресс США. Ну, эту организацию я делал уже в Конгресс США. И Джеймс Коммер, это председатель комитета по надзору за правительством, он 17-го, по-моему, числа этого месяца запросил вот передать им всю эту, так сказать, подборку информации, там еще какую-то информацию он запросил. И он сказал, что вообще он серьезно подозревает, что эта переписка велась не по тому поводу, чтобы сказать, скажем, своему сыну, утипусечка, молодчушечка, а по бизнесу, в котором, по словам Байдена, он участия не принимал. И даже не знал о нем. Он много раз утверждал это, его представители много раз утверждали, и он буквально два дня тому назад его снова спросили, и он снова очень разозревшись, сказал, я же говорил вам, я ничего вообще не знал, о чем мой сын занимается даже. В отличие от Клинтонов, которые всегда все делали руками других людей, а потом эти люди погибали при страннейших обстоятельствах, Байдены, похоже, поглубее и попроще. И вот просто вели переписку псевдонимами там. Кстати, помните, вот, как называл Хантер в своей уже переписке своего папашу? Биг Гай, значит, большой пацан. И вот никто не может догадаться, кто это такой. Ну и другие какие-то кликухи вроде были у Джо. Конгресс также затребовал всю документацию Байденов, где упоминается Хантер. Эрик, значит, Эрик, Эрик Шверман, по-моему, Дэвен Арчер. И также заметки по речи, которую Байден произносил в октябре 2015 года в Верховной Раде Украины. Дело в том, что по слухам, вернее, потому что говорят люди, которые в этом принимали участие, там, под давлением различных групп, там, менялось кое-чего. Вот надо посмотреть, потому как оно готовилось, потому что все эти заметки остаются, что оно менялось и почему. И кто получал для того, чтобы оно менялось, деньги. Коммер сообщил, Коммер сообщил также, что он будет вызывать членов семьи Байденов на служение. В комитете, значит, но до того, как их вызывать, он хочет набрать еще кое-какую информацию. У нас есть еще недоброшенных несколько партнеров Хантера и свидетелей его бизнеса, сказал Коммер. И мы еще в процессе получения информации о банковских транзакциях компаний, созданных Байденами, для переброски денег. Как вы помните, это было 20 с лишним таких компаний. Как только мы закончим с этим, мы пригласим Хантера и Джо отвечать на наши вопросы. Это вот все в Коммер. Мы хотим проследить весь путь денег от иностранцев через вот эти вот, так сказать, фейковые компании, куда они в финале приходили, где оседали и кто этими деньгами пользовался. Заставить действующего президента прийти отвечать на вопросы в Комитет Конгресса, ну, я бы сказал, почти невыполнимая задача. Трампа пытались несколько раз, но не смогли заставить. Всего в истории США таких прецедентов, когда президент приходил в Конгресс не в сам Конгресс весь, а в Комитет на слушание. Это было Линкольн, Форд однажды и Вудро Уэлсон. Но членов семьи президента будет легче. С борьбой, конечно, там, с проволочками, там, и тому подобное, но все-таки легче. Это все сказал, значит, сам Коммер. Необъяснимы для нас, пока необъяснимы переводы Байденов, которые шли из, как мы сегодня знаем, России, Китая, Украины, Румынии, Казахстана. По-моему, ничего я забыл. Часть денег приходила сыну, а часть внукам, причем любого возраста, при котором они, как бы, ну, не должны оказывать серьезные услуги транснациональным компаниям, корпорациям, иностранным государствам и т.д. Племянникам, там, брату и другим родственникам Джо. Известно также, что, встречаясь с кредитурой, с клиентами, со своими потенциальными, Хантер при них звонил Джо Беллидом, ставил его на шпикер, знакомил, показывал, что Джо, значит, часть процесса, часть их бизнеса, часть, как Арчер сказал, бренда. Вообще, это поразительно. Как эту тварь? Ну, по-моему, можно сказать, это на интернете тварь, да? Могли выбрать вообще куда-либо, не говоря уже о президенте. Но второе, что поразительно, это глухая стена молчания прессы. Ведь они знают, что Хантер работал в Бурисме за баснословные деньги, ничего не зная ни о бизнесе, ни о международном праве. Ну, ничего. Они знают уже, что два бывших со-подельщика, я не знаю, партнера Хантера, рассказали всю схему. Значит, каких клиентов он ловил, как он это организовывал, как он с папой связывал, как он все это организовывал, как шли деньги и тому подобное. Даже, так сказать, рассказывали, какие деньги, куда шли там и т.д. Они знают, что Хантер получал деньги через 20 фиктивных фирм. Зачем, если все нормально? Ну, вот у тебя есть там твой личный счет, там одна фирма, две, я не знаю, у которых ты работаешь. Сейчас ты там юридически и бежишь через это, там какие-то еще, через это, это твой личный счет. И все, зачем 20 фирм, которые под разными названиями, в разных местах, организованы, ничего не делают, кроме как принимают, отправляют деньги, принимают, отправляют деньги. Знают, что Байден писал имейлы под чужими именами. Зачем вице-президенту Соединенных Штатов Америки писать имейлы под чужими именами? Ну, там, допустим, он там кого-то с днем рождения поздравлял и подписался там, я не знаю, Лев Толстой. Окей. Непонятно, зачем, ну, допустим, так сказать, можно себе представить. Но 5400 имейлов, написанных подразделен тремя кузнаймыми именами, они знают все это. И у них не вызывает никакого вопроса, даже никакого не вызывает. Они знают, что Хантер подключал папашу свою, который был в этом нем вице-президентом, к разговорам по бизнесу. Тоже у них не вызывает никаких вопросов. Знают, что сместил Шокина, потому что сам об этом сказал. И Шокин недавно, вот я уже рассказывал об этом, тоже подтвердил, что именно так, как Джо Байден об этом рассказывает, плюс есть куча дополнительных всяких данных. А они видят, как это все разрушает страну, как это подрывает Конституцию, как это позволяет безнаказанно разваливать изнутри страну, совершать преступления, не будучи наказанным, что, конечно же, открывает ворота для огромного количества других людей, делают то же самое. Они все это видят, все это понимают и ничего по этому поводу не делают. А наоборот обманывают нас, говорят, что все хорошо, все в порядке. Вот это вот второе поразительное. И если народ можно обмануть время от времени в чем-то, то эти-то знают все. И жили вся наша пресса такие продажные твари. Ну, вся, так сказать, да, я имею в виду, это, который молчит, есть небольшая часть, которая не молчит. Они даже вопросов не задают, их это не интересует. Они боятся, они боятся потерять друзей, они боятся потерять источник заработка, они боятся, они боятся самим себе сказать, что они ратуют за воров и бандитов, за ненавистников Америки, ненавистников нашей Конституции, за людей, которые хотят фундаментально переделать Америку, чтобы сделать ее лучше, как другие государства. Потому что другие государства лучше нас. Ну, почему-то одна неувязочка. Миллионы людей все время стараются попасть в Америку. Законно, незаконно, только незаконно. 6 миллионов человек пришло за время правления Байдена в нашу страну. А законно сколько въехало еще там 2 миллиона. Найдите еще одну страну в мире. В Индию сколько народу пытается попасть законно, незаконно? Смотрите, огромная страна, 1,7 миллиарда человек. Китай 1,5 миллиарда человек. Сколько человек пытаются туда попасть? Он бегут. На Кубу кто пытается попасть? Замечательный красивый остров рядом со Смариной, прекрасные берега. Все хорошо. В Румынии много человек бежит. Я что-то не помню какие страны бегут. По-моему, в таких количествах даже близких ничего подобного нигде не происходит. Ну, значит, то есть люди идиоты. Они хотят попасть в самую плохую страну на белом свете, которую надо фундаментально переделать и развалить. Ну, на самом деле политики, пресса вообще демократы, да и часть республиканцев считают нас за идиотом. На этом давайте и расстанемся. До свидания.